Прошу приступить к подписанию соглашения. Мы, конечно, постарались сделать так, чтобы интересы трудового коллектива были регулированы этим соглашением. Поставлена точка в конфликте между докерами Владивостокского морского торгового порта и руководством транспортной группы «Феска». Почти полтора месяца портовики протестовали против нового менеджмента и требовали вернуть эксгендиректора Зайрбека Юсупова. Региональные власти занимали наблюдательную позицию. Все-таки предприятие коммерческое. Как только стало понятно, что менеджмент «Феска» не в состоянии разрешить конфликт с собственными силами, вмешался глава Приморья. Ему удалось заручиться поддержкой «Росатома». Госкорпорация станет управляющей компанией «Порта». Задача точно не снизить, а только нарастить. И с точки зрения и налогов, и выполнения социальных обязательств. Так как, собственно, мы работаем как «Росатом» исторически во всех регионах страны. Потери работы, сокращение зарплат и отмена социальных гарантий – то, чего так опасались портовики. Но по новому четырехстороннему соглашению между ВМТП, Дальневосточным морским пароходством, правительством края и профсоюзом докеров, этого не произойдет. Уже очевидно, что точка в конфликте поставлена. У бывшего руководства, в том числе господина Юсупова, насколько мне известно, каких-то претензий нет. В том числе потому, что достигнута главная цель – это сохранение рабочих мест, социальных гарантий и налоговых отчислений в региональный бюджет. Официальная передача полномочий новому совету директоров ВМТП уже состоялась. На ней присутствовали докеры, бригадиры, производственный персонал «Порта», менеджмент и губернатор края. Олег Кожемяка подчеркнул, что сейчас главная задача – наладить стабильную работу в ВМТП после смены руководства. В свою очередь, новый гендиректор Роман Кухарук обязался защищать интересы трудового коллектива. Эти дни, которые мы работали, они были направлены на то, что первое – был сохранен весь коллектив. И это прописано в соглашении. Ни один человек не должен быть уволен. Второе – чтобы не было никаких преследований со стороны нового менеджмента к тем людям, кто выступал, отставил свои права. Это тоже вопрос снятый, эта страница закрыта. Кроме того, отозваны будут все исковые заявления, поданные в правоохранительные органы со стороны тех людей, кто их написал со стороны руководства. Стоит отметить, что наряду с сохранением социальной гарантии сотрудников порта будет сохранена и поддержка хоккейного клуба «Адмирал». Алина Черненко, Игорь Болтов. Новости на Восьмом.